Соревнования этой победы и возможность научиться преодолевать поражение. Ангелина Низанова из агрогородка Стодолича Гомельской области пришла в тяжелую атлетику сама два года назад. Девушка мечтает остаться в спорте и поступить в Мозорскую спортивную школу. В Бобруйск же на республиканские состязания приехала, чтобы привезти домой очередную награду. Когда первый раз приехала, было страшно. Боялась, что не по нему, но поняла. И горжусь этим. Главный судья спорта-океады Олег Козлов прежде всего обращает внимание, как ведет себя молодое поколение и как преодолевает трудности во время выступлений. А заслуженный тренер Беларуси по тяжелой атлетике, именно тот, кто готовил олимпийскую чемпионку Дарью Наумову из Бобруйска, признается, такие соревнования необходимы. Они позволяют присмотреть резерв национальной команды. Это юный, совсем юный возраст. Я думаю, что у них есть даже до младшего возраста участие в чемпионате Европы до 15 лет. Есть еще два года. Поэтому это хорошо, что они уже показались, что они уже выступили. Хоть каждый тренер показал свое лицо, каждая школа у нас представлена. Поэтому у нас есть на что обратить внимание. Возможно, из этих даже маленьких, которые сегодня вроде бы не обращаем внимание, завтра они будут уже на зрелом помосте. Желанием попасть в национальную сборную с нами поделилась и 13-летняя Бобруйчанка. Розовый цвет не любит, платье не носит, да и мальчикам себя в обиду не дает. Карина Дмитраченко занимается тяжелой атлетикой всего год, но уже может похвастаться значительными победами. Первое место на этих соревнованиях – ее шестая награда. Говорит, соперницы были не очень сильными. В рывок это было 20 и 25. Сейчас я уже намного больше поднимаю, 23 в рывок и 33 в толчок. Всего республиканская спартакиада среди юношей и девушек продлится до 30 ноября в спортивном комплексе «Спартак». По мнению специалистов, главная цель этого турнира – позволить детям получить опыт участия в масштабных соревнованиях и побороть страх перед выступлением. Татьяна Касьян, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.